Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И я хотел бы сейчас поговорить о послании апостола Павла к филиппийцам и конкретно к первой главе этого послания. Послание к филиппийцам довольно краткий текст, вместе с тем очень важный, потому что он содержит и замечательные, очень важные для христианской жизни мысли апостола, и не менее важные и очень точные формулировки. Вот это краткое послание апостол пишет из тюрьмы, обращается он к христианской общине в Филиппах, довольно маленькой общине, которая тем не менее существенным образом помогала, насколько это было вообще возможно, апостолу Павлу в его служении, и собирала средства для того, чтобы помочь ему в его деятельности, и люди из этой общины сопровождали апостола и помогали ему. Вот, собственно, к таким людям, на которых Павел мог опереться в своем служении, он и обращает это свое послание. Начинается этот текст с замечательной формулировки, которая обычно при чтении как-то проскальзывает мимо взгляда, а она важная. Вот апостол Павел начинает послание словами Павла Тимофея, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Ну и, собственно, следует, мне кажется, обратить на себя, обратить внимание вот на это выражение, всем святым во Христе Иисусе, потому что, понимаете, современные люди, или, может быть, не такие современные, тоже последние несколько столетий, мы, как правило, под словом «святые» подразумеваем совсем не то, что имеет в виду священное Писание вообще, апостол Павел в частности, потому что нам кажется, что святой непременно должен быть нарисован малиновым вареньем, обладать елейным ликом, и такой должен быть весь из себя полупрозрачный и правильный. Ну и желательно еще, чтобы он там совершал какие-нибудь немыслимые подвиги. Вот. То есть мы считаем, что святые — это прям непременно образцы чего-нибудь для каждого из нас. А апостол Павел использует это слово совсем по-другому. Совсем по-другому он имеет в виду святость в ветхозаветном смысле этого слова, то есть полную нераздельную принадлежность Богу. Святой в словоупотребление апостола Павла и всей церкви первого столетия — это тот, кто освящен, отделен Богу, тот, кто принадлежит Богу, чья жизнь не подвластна ничему иному, кроме Бога, кто ищет исполнять волю Божью. И в этом послании апостол будет разными способами, в разных контекстах говорить о том, что дело не в том, что там святые — это те, кто чего-то достигли. Он о себе-то даже говорит, я еще ничего не достиг. Но это те, кто принадлежат Богу. Вот этот самый кадош, как думает об этом Павел на своем родном языке, принадлежащий Богу, отделенный, то есть отделенный от рабства законом этого тварного мира. Это очень важное выражение. И в этом смысле он называет святыми всех людей, которые составляют христианскую общину. И это тоже важно нам для себя понимать. Святость, таким образом, для апостола Павла не столько результат трудов, сколько стартовые условия, которые даются нам для того, чтобы послужить Господу Иисусу Христу. Дальше, как обычно, он приветствует своих адресатов, говорит «Благодать вам и мира от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Но есть здесь в этом приветствии некоторая разница, потому что, зная эту маленькую общину, которая, по-видимому, действительно радовала сердце апостола, он говорит «Благодарю Богу моего при всяком воспоминании о вас за ваше участие в благовествовании». Речь, собственно, идет о том, что крестьяне Филипп собирали средства для апостола Павла, по-видимому, совсем небольшие. И вот «Благодаря Богу», вспоминая о филиппийцах, апостол говорит «Смотрите, какую чудесную вещь!» Он говорит «Я уверен в том, что начавшее в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Таким образом, он предлагает своему читателю, нам с вами в том числе, полагаться не на то, что мы, начав совершать что-нибудь доброе, будем в этом добром стоять упорно, последовательно и так далее. Нет, человеку трудно полагаться на себя, потому что мы действительно такой не слишком надежный материал. Но вот Павел говорит «Я благодарю Бога за то, что Он начал совершать в вас доброе дело и будет его совершать даже до дня Иисуса Христа». Таким образом, он говорит жителям Филиппа о том, что их доброе желание помочь апостолу включает их в контекст всего того, что совершает в этом мире Бог. Это Бог действует, это Он начал эти добрые дела, это Он их совершает, и в том числе в этих филиппийцах. И это действительно очень важная и красивая такая вещь, понимаете? Не то, чтобы мы, как комсомольцы, думали, что бы нам такого хорошего сделать, чтобы отчет написать. Нет, вот Бог включает нас в свое спасительное действие. И в связи с этим дальше апостол Павел свидетельствует о своей любви к христиану Филипп и говорит «Молюсь о том, чтобы ваша любовь еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Вот для него это тоже важное будет слово в этом послании. познание Господа Иисуса Христа. Он таким способом называет то, что мы сегодня называем «встречей». Он говорит, что вот «ваша любовь…» Я молюсь, чтобы ваша любовь возрастала в знании Бога, во встрече со Христом, чтобы, узнавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны, исполнены плодов праведности. Вот снова, как и в других местах этого послания, апостол не говорит в совершенном виде, что вы там чего-то уже добились, но вот этот путь познания Христа, это путь к тому, чтобы быть чистыми и непреткновенными в день Христов. Это очень важная на самом деле идея, важная, которая хоть и парадоксальна, но все-таки соединяет в себе и факт осуществившегося на кресте спасения каждого из нас и то, что мы еще только в самом начале своего пути к этому спасению. Далее апостол Павел рассказывает филиппийцам, что его тюремное заключение, которое, казалось бы, должно было бы помешать ему свидетельствовать о кресте. Тем не менее, неожиданно для него самого послужило к большему успеху благовествования, потому что в Риме стало известно, в том числе и разным, достаточно заметным членам римского общества, высокопоставленным, возможно, об узах апостола Павла и большая часть братьев, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Вот это важно было Павлу объяснить, объяснить филиппийцам, чтобы они понимали, что происходит и каким образом продолжается служение Павла. И для нас тоже, на самом деле, важно это увидеть, потому что он говорит о том, что узы, конечно, узы, он в тюрьме, но радует его другое, не то, что там он в тюрьме, а то, что люди, глядя на этот его пример, безбоязненно проповедуют Слово Божие. Насколько можно понять текст послания, по крайней мере, первую главу, там не все было так прям радужно, потому что кто-то проповедует Христа из любви к дискуссиям для того, чтобы в этих дискуссиях покрасоваться умом или по каким-то еще причинам, как это делают разные иудействующие течения из соображений, скорее, конфессиональных, чем правды Божьей. Но вот одни по любопрению, говорит Павел, проповедуют Христа, другие из любви. Но вот мне хотелось бы, чтобы читатель, я в том числе, обратил внимание на слова апостола в 18 стихе, «Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Понимаете, дело в том, что по прошествии примерно 20-ти столетий, с момента написания этого письма, ну, меньше немножко, мы все-таки думаем совершенно по-другому, чем апостол. Потому что если кто-то проповедует Христа не так, как мы считаем правильным, не так, как мы это делаем, причем любые, мы относимся к совершенно любым христианам, то мы считаем, что это необходимо покарать, наказать, пресечь и всячески осудить. А апостол говорит о том, что не так ему важно, как именно и по каким мотивам проповедуют Христа, лишь бы проповедовали Христа, лишь бы слово об Иисусе звучало в этом мире. И я думаю, что нам всем необходимо, причем, я бы сказал, срочно, необходимо заново этому учиться. Вместо всех наших конфессиональных и прочих распрей радоваться тому, что хоть кто-то свидетельствует о Христе в этом мире. Это чрезвычайно важная вещь. И, кроме того, понимаете, это свидетельствует о такой широте души апостола и о таком доверии Богу удивительном, которое нам, может быть, и не снилось, потому что он верит, что если люди хоть как-то проповедуют Христа, значит, это для Бога возможность действовать в этом мире. Теперь дальше, во второй половине первой главы, он говорит о, собственно, о своем служении, о своей проповеди, и говорит о том, что я уверен, что ни в чем посрамлен не буду, и что, что бы ни происходило, будет ли он жив или погибнет, возвеличится Христос в теле моем. Но особенно важно, может быть, обратить для нас внимание на 21 стих, в котором апостол говорит «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Вот посмотрите, как он не боится, не потому что он такой храбрый, отважный, вовсе нет, и все-таки, тем не менее, он говорит о том, что смерть, которая для людей обычно считается предельной утратой, максимальной утратой всего, что составляла нашу жизнь в биологическом, в душевном, в духовном плане. Смерть – это когда ты все потерял, а Павел говорит «нет, это приобретение», потому что жизнь – Христос, жизнь во Христе, вокруг этого все строится, это самое важное, самый центр. И поэтому, говорит апостол, раз уж жизнь состоит во Христе, заключается во Христе, значит, и смерть будет для него не уходом в неизвестность или в какие-то мрачные глубины или потери всего, а наоборот, приобретением того, к чему он всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумом своим стремится. Это очень важная, конечно, формулировка. И дальше он пишет «Я и хотел бы, хотел бы разрешиться и быть со Христом, потому что это гораздо лучше». Вот он говорит о своей смерти как о чем-то желанном, потому что это для него встреча со Христом. «Я хотел бы быть со Христом, но во плоти важнее оставаться ради вас». Таким образом, жизнь и смерть для Павла тоже подчинены вот этому единственному центру смысла встречи со Христом и задачи, которые Господь Иисус ставит перед апостолом Павлом. «Чтобы похвала вашего Христа Иисуса умножилась через меня», говорит он в 26 стихе. Вообще говоря, следует, конечно, задуматься над этим словом «похвала», который апостол употребляет довольно часто в самых разных письмах, потому что для него оно значит очень много. Это то позитивное, то светлое, что есть в человеческой жизни, в человеческой личности, и придает смысл, оправдывает существование этой личности. Вот и всегда для него подлинная похвала, то, что дает жизни смысл, конечно же, вот находится во Христе Иисусе. И в конце этой главы апостол еще радуется, и благодарит, и призывает филиппийцев жить достойно благовествования, потому что одно дело говорить правые, праведные слова о Боге, в конце концов, ну, они могут, конечно, быть правильными, но в каком-то смысле безжизненными. Но жизнью и подлинностью какой-то такой, да, самой фундаментальной правдой сердца эти слова о Христе становятся, когда ты в соответствии с ними живешь. Вот живите достойно благовествования Христова и стойте в одном духе. Говорит апостол.